сегодня у меня сеанс детских вопросов о важном я хочу задать человеку без определенных занятий собственно почему потому что я не могу назвать его журналистом он давно не журналист не могу назвать его редактором он давно не редактор публицистом писателем хотя это все он я бы скорее сказала наш современник и мыслитель Максим трудолюбов привет добрый вечер привет недавно ты написал статью которая меня страшно заинтересовала именно своей моей детскостью ты ответил на мои детские вопросы и на вопросы которые больше всего любят задавать зрители и читатели на которых я не могу ответить а ты попытался и мне кажется достиг наибольшей концентрации смысла в своих ответах скажи пожалуйста почему в россии арестовывают и судя всех подряд но например не навального почему не сажают навального у тебя была статья по поводу логики репрессий да хороший вопрос про навального у меня нет полного и ясного ответа я боюсь здрасте но нет может быть мы к нему придем окей но то что я там пытался сказать и это было после чтения каких-то книжек после того как мы говорили с Дэном Тризманом мы говорили с Дэном Тризманом и как бы косвенно с Сергеем Гуриевым которые вместе с мы с ним именно в этот раз не говорим они придумали теорию теория про информационные диктатуры они говорят что диктаторы в современном мире последние уже не прям сейчас последние десятилетия перестали сажать всех им не интересно это не нужно их главная задача выглядеть хорошо и выглядеть компетентными выглядеть такими которые умеют делать людям хорошо если они чувствуют что они перестают делать людям хорошо то им нужно надавить на тех кто коммуницирует тех кто рассказывает людям а это исследователи ученые журналисты активисты НКОшники в общем люди которые так или иначе заняты всякой такой посреднической деятельностью и на них падает удар это далеко не только в России это очень-очень распространенная вещь и собственно так бывает что иногда это может свалиться в историю которая будет хуже и мы видели это в Турции после попытки со смертями да то есть эрдоган собственно был примерно таким диктатором до истории с попыткой переворота что бы это ни было там на самом деле в общем после этого он как бы пересек эту линию собственно в их формуле у Гуриева Тризмана там есть важный компонент это количество политических убийств оно не должно превышать определенные там в их форм современные экономисты и политологи они делают модели и так далее там не должно быть больше определенного количества вот ну и Россия пока это не перешла ты меня совершенно убил высказыванием про политические убийства что должно быть какое-то некое число я не знаю один политически убиенный на 100 тысяч населения не знаю как это мерить с каким индексом к сожалению да это модель это что такое что вы ученые творите с нами хорошо я финансист я помню коэффициент дожития да для страхования для 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 всего но но есть же какие-то святые вещи окей но ведь например взять чили середины и конца семидесятых куча политических убийств люди пропадают без вести коммунисты все такое ну много тысячи но ведь ничего же не произошло с начатом все случилось гораздо позже через 20 лет это это сколько же надо грохнуть народу то но смысл того что они говорят ученые просто они говорят что диктатуры перестали прибегать к массовым репрессиям потому что это им больше не нужно и к тому же это не выгодно потому что диктатура хочет выглядеть как на мальчик до как зайчик да как на как страна с которой можно иметь дело и для этого скажите про пожалуйста передайте consistency да да это выглядеть как странств которые можно иметь дело и и для этого как выясняется ну не нужно много достаточно ограничить количество Таких вот совсем жестких-жестких действий, репрессий Очень малым количеством Остальное добиваться с помощью того, чтобы там Кого-то перекупить Кого-то уволить Кого-то выдавить из страны Все это не так уж сложно Границы открыты, что, кстати, важно Потому что такие режимы, как российских Их бесконечное количество, очень много в мире А Россия вообще не одинока в мире Границы открыты Пожалуйста, сел на самолетик Улетел в такую страну, которая тебе нравится Вместо того, чтобы тратить свою жизнь На то, чтобы превратить Россию в Германию Что наверняка, прям-таки, будем говорить, невозможно Можно просто купить билетик И долететь до Германии Два с чем-то, два с половиной часа, кажется Вокруга с Берлина, да Да, 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 Лету И ты уже в Германии, собственно, что? Вот, пожалуйста, смотри Вот это Это Герой многих советских анекдотов Белый лист И при этом для журналистов, для телевизионщиков Это баланс белого Это техническая вещь Которая оператор достает из кармана Ассистент ставит перед камерой И берется баланс белого Чтобы просто была хорошая картинка У нас хорошая картинка У нас хорошая картинка У нас хороший баланс белого И недавно в Москве Когда оператор выставлял свет И сделал баланс белого К нему подошли И его скрутили вот за это вот За баланс белого Вот что это? Это же не информирование публики Это же вообще ничего Это просто белая бумажка Ну да Но они показывают Что они будут пресекать протесты Это же не протест Ну вот так вот Это опять же это сигнал Они хотят показать Что они не будут позволять этому развиваться И в общем надо сказать Что это довольно Ну к сожалению Довольно разумное С точки зрения авторитарной политики Это довольно разумное поведение Потому что они делают Одну очень простую вещь Любой протест Вот такой как сейчас в Хабаровске Он не может быть долгим Сегодня да Народу вышло немного Но в любом случае Митинг в такой проливной дождь Это дорогого стоит Люди не могут постоянно Находиться в фазе протеста Потому что это не организация Это не что-то постоянно действующее У людей есть работа У них заботы Семьи Ну и вообще надоедает И поэтому Такого рода протест Он к сожалению Он начинается за здравие Потом всегда заканчивается Какой-то грустью И кроме как развод И кроме того К сожалению К сожалению Производит после себя Разочарование Да ты же стихами говоришь, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Да, поэтому очень важно, мне кажется, и это нужно всегда говорить, и Хабаровчановы, например, сейчас, что создавайте любые долгоиграющие, постоянно действующие объединения, советы, организации, что угодно, что будет действовать, сами придумайте, что хотите, но потому что вот сам по себе протест, он просто вот так уйдет, и люди в Кремле это прекрасно понимают. Вся власть советом, вариант, Хабаровским советом, правозащита в Хабаровске, борьба, я не знаю, за медведей, против медведей, против повышения цен на топливо, потому что эта тема все время звучит, бессрочная забастовка с выходом на работу, но не работая, против Москвы, за Москву, то есть это не должно быть движением за свободу Сергея Фургала. Ну, мне кажется, что этот лозунг, он имеет, он какой-то имеет пределы, потому что тогда нужно сказать, если Хабаровск говорит, отдайте нам Фургала, а Кремль говорит, а не отдам. Они говорят, дайте на наши права. А тогда Хабаровск говорит, что? А не отдадите, а что мы сделаем тогда? Хабаровск куда денется? Я не знаю. То есть я поэтому думал бы про то, чтобы создавать какие-то действующие вот такие советы, группа людей, пожалуйста, придумайте себе, сделайте партию или группу, общественное движение, свободный Хабаровск, что хотите. Возвращаясь к простым детским вопросам, получается, что диктатура путинская, желая остановить, например, деятельность оппозиции, деятельность Навального, душит его деньгами, ФБК, исками, равно как он душит и Русь сидящая, ровно по тому же лекалу, у нас даже чуть раньше, на две недели. Окей, суды, иски, сложные вещи. Хорошо, меня не посадить, я в Германии. Ну, Навального-то почему не посадить? Ну, ты же понимаешь, что на этот вопрос очень сложно отвечать публично. Начнешь высказывать версию? У меня есть пара версий, но... Это просто версия. Мне кажется, что Путин, конкретный Путин, заботится о том, чтобы не плодить мучеников. Это вещь, которую он понимает очень хорошо. И, мне кажется, есть основания думать, что Путин, если бы мог, он минимизировал бы и не допускал бы политических убийств, потому что ему вообще, по-моему, это не нужно. Знаешь, у меня другая версия по поводу Навального, она тоже комплиментарная по отношению к нему, то есть ничего позорного в этом нет. Вот на месте Путина, КГБшника, который владеет очень хорошо техникой, технологией опорочивания людей, я бы на месте тоже бы не сажал Навального, но сажал бы всех вокруг него. Чтобы все подумали, что раз всех рядовых сажают, сажают младших офицеров, а не сажают генерала, значит, он в сговоре. Чтобы все подумали про это. И, собственно, на это очень много работает кремлевская прачка. Я имею в виду коллективную кремлевскую прачку, а не телеграм-канал, на именно вот этот образ. Более того, мне кажется, что если помнить, что Путин всегда с уважением относился к Андропову, то стоит, мне кажется, помнить, что, в принципе, это тот самый человек, который основательно занялся интеллигенцией и диссидентским движением и именно перенаправил репрессии из таких как бы тупых и бессмысленных в тонкие и осмысленные, ну, насколько мог. Как раз при нем были, значит, внесудебные преследования, преследования художников, там, активистов, диссидентов, тех, кто писал хронику текущих событий. Преследования их не за то, что они делали, не за диссидентство, а, там, допустим, за то, что они сумасшедшие, якобы, вот, карательная психиатрия, просто увольнение с работы, выдавливание из страны, высылки. Когда власть поступает с теми, кто до нее опасен, потому что они коммуникаторы, потому что они могут говорить с обществом, максимально стараются их дискредитировать или убрать из поля зрения, так что, так сказать, вот, ну, вот Солженицына выслали, например. Вадим Делане, один из тех семерых, кто вышел на площадь в августе 68-го года, протестуя против ввода советских танков в Прагу, в Чехию, в Чехословакию, он же был в том числе и замечательным, замечательным поэтом. Собственно, его авторство обменяли хулигана на Луиса Кроволана. Где же найти такой ***, чтобы врежнего сменять? Это, собственно, пользуясь тем, что мы, Ютуб, можем это делать. Так вот, про Солженицына все-таки моя любимая. Я от нее перейду к вопросу про Солженицына, авторство Вадима Делане. Самолет катит на запад. Солженицына в нем сидит. Ах ты ебти хуй в томате! Бель, встречая, говорит. Так вот, мой наивный детский вопрос. Максим, а что ж, правда, что ли, история по спирали развивается? Что же мы все никак не выйдем из этого круга? Мы же опять и опять попадаем в частушки Ван Де Маделаны. Мы опять и опять приходим на эту чертову точку, да, с преследованием диссидентов, с высылкой на запад. Где же ты, Биоль? Я здесь уже. Что? Как там вырваться из этой чертовой спирали? Ну, весь же мир как-то по-другому развивается. А мы не то, что в спирали, а мы в подроме где-то. Ну, да, по спирали. То есть, на нынешнем витке действительно можно усмотреть какие-то черты сходства с тем, что происходило в 70-е. До того, как, собственно, Андропов пришел уже к власти и недолго в ней, так сказать, пробыл. Да, но спираль на той спираль, что она все-таки по-другому. То есть, мы виток выше, да, и сейчас уже не нужно Солженицыну, даже билетик ему покупать не нужно, потому что все многочисленные... Во-первых, Солженицына их много. А Путин один. Они сами покупают билеты. У вас много, а он один. Да, сами покупают билеты, садятся на самолеты, летят. И эффекты от них, их много, то есть, эффекты от них больше, и борьба с ними идет по-другому. То есть, мы видим, что Кремль медийное, так сказать, ну, такое, как бы квазимедийное, я не знаю, как это назвать, управление, да, там, как у них это называется, которое занимается медиа, в общем. Управление, агитация, пропаганда. Хорошо. Да, это как бы виртуальная вещь. Вот, нам какие-то конкретные люди есть, наверное. И они ведь не, в отличие от тех времен, они не выводят, то есть, они не пропагандируют какой-то лозунг. У них очень плохо с позитивными, положительными месседжами какими-то, что-то они защищают. Ну, вот у них традиция, в принципе, они сейчас заняты традициями, предками, семьей. Но, в общем, как мы видим, это не прям, так сказать, что принимается прям с восторгом. Главное, что они делают, это все-таки шум, цинизм, грязь. Вот, как бы, просто поливать, просто создавать белый, серый шум вокруг того, что делают люди. Как бы лишать, подрывать месседжи тех, кто что-то может людям сообщить, мешать им, высылать. Поэтому, не высылать даже физически, потому что, вот, это уже не нужно, сами уедут. Просто создавать, как бы, такую невозможную обстановку. Ну, Макс, скажи, пожалуйста, когда грянет наша перестройка? Судя по состоянию здоровья нашего диктатора, все-таки нам лет 20 еще стоят перестройки. Не, ну, я не знаю, мне, просто потому что я, я вот так скажу, что я не хочу думать больше про перестройку. А придется! Просто потому что, ну, как, я уже столько вот все это во всем этом живу. Не первый наш круг. Время идет, и, ну, зачем я буду надеяться на это? Мне кажется, это совершенно бессмысленно. Режим, вещь такая, она падает обычно в один-два дня. И я просто уверен, что если с этим режимом что-то случится, а с ним случится, то он так и сделает. И это будет практически с гарантией. Очень неожиданно. Поэтому лучше не думать об этом, а заниматься чем-нибудь своим, долгосрочным. А причем с таким прицелом и с такой, как бы, общей мыслью, пусть это, пусть за это будет не стыдно. Пусть за это, пусть вот в тот момент, когда это, какое-то там политическое изменение произойдет, пусть мне будет не стыдно за то, чем я занимался сейчас. Ну, как минимум такой подход. А что будет с теми, за кого нам сейчас стыдно? Ну, хорошо, но ведь, там, не знаю, избитые вещи. Симоньян, Владимир Рудольфович, там, Киселев. Ничего же с ними не будет. Ничего, они же... Ну, вот мы же понимаем, как это было. К сожалению, мы с тобой помним. Хорошо, нам надоело ходить по этому кругу, но мы-то помним, что с ними ничего не будет. Охочется. Ну, не знаю, я бы... Во-первых, мне кажется так, что охотников, охотников, вслух сказать все, что они думают про Соловьева, Симоньян, будет всегда очень много. Ну, не покаяться, мы простим, мы же добрые все. Ну, да, ну, у нас действительно есть такой момент, конечно. На эйфории, гуляйте. Правда, у нас, мы знаем, я уверен, вот, масса примеров людей, которые совершали разные странные поступки и потом оставались рукопожатными, публичными и так далее. У нас как-то это... Нету такого, прям вот, чтобы астракизм и навсегда... Ну, я не знаю. То есть, я, в принципе, не вижу в этом какой-то большой критической проблемы. То есть, мне не кажется, это самой большой проблемой. Вот, что мне кажется, действительно, проблемой, это то, что нынешний Кремль, который вот обеспечил себе сейчас такую политическую вечность почти. Потому что мы вообще, что такое 2036 год, это вообще что? Да, это мы даже, ну, не знаем, что... Ну, это из серии куда-то там все-таки Дарт Вейдер летит куда-то в космос. Да, 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 именно, это что-то космическое в масштабах наших жизней. И они обеспечили себе эту вечность. И они, на самом деле, по-моему, не знают, что с ней делать. А между тем, им все равно нужно уходить, так или иначе. Это же Пушкин, это же диалог с Мефистофелем, нам только вечность проводить. Да, да, им при этом все равно нужно уходить. И у меня вот есть такая вещь, которую я не понимаю, искренне. Я периодически обсуждаю с кем-то из... Из умных. Ну, да, или из тех, кому есть что передать. Вот что меня волнует. Да, вот передать в материальном и в духовном плане. Вот есть люди, которым есть что передать в России. В смысле, вот, капитал, деньги, недвижимость, какие-то бизнесы. Вот, а как они их будут передавать? Ведь все висит на одном человеке, который не хочет уходить от власти. Власти и собственность в России связаны. Молодое поколение подходит. Всем скоро будет таким основным собственником. Им будет там, им сейчас за 60, потом будет за 70. Загоны не работают. Гарантий нет. Понятно, что за границей можно передать. Передается. Понятно, тут действуют правовые гарантии. А в России нет. Все на каких-то непонятных договоренностях. Они тем самым просто планируют по сути и создают себе ситуацию, в которой все рухнет. Будет опять обнуление. Только не то, которое... Максим, ну Максим, ну как же так? Ты такой умный, а простой вещи не понимаешь. Это же наша традиция. В России еще не было ни одного поколения, которое вступило бы в наследство предыдущего. Это наша традиция. Мы так живем. На этом страна стоит. Нет никакого наследства. И не будет, и не думайте об этом. Ни песен не будет, ни наследства. Забудьте. Причем я тут в данном случае бескорыстный человек. У меня это не то, что там очень много. И у моих детей не будет. Но все-таки когда-то же было такое. Но ты вспомнил. Но сейчас последние сто лет, вот этот цикл, он действительно, ну будем считать, сто лет. Да побольше. То есть на революции оборвалось, на коллективизации оборвалось, война. Потом еще эти конфликационные реформы. Потом, понятно, 91-92 год. То есть каждый раз. В общем, действительно поколение в России. Каждый раз без наследства. Он растет в ситуации, в которой предшествующее поколение толком не может ему помочь. То есть, нет, ну на самом деле есть один момент, который мне кажется, не стоит забывать, что все-таки после 92-го года как раз от СССР к постсоветской России все-таки передали все эти квартиры в панельных домах. Это вот, ну, хоть что-то. Квартирки так себе, но все-таки наследство. Спасибо Никите Сергеевичу, Борису Николаевичу. Михаилу Сергеевичу, мы как-то все время, все время не находим, ни одно поколение не находит нужных слов, чтобы, может быть, сказать спасибо тем самым за Хрущевки, за что-то еще, и я в себе не могу найти ни одного доброго слова всем этим. Окей. А Путин умрет? Нет, хорошо, вопрос по-другому, по-другому на самом деле должен быть сформулирован. Если принять на веру распространенную теорию про двойников, то я бы на месте Путина никогда бы не умирала. Зачем? Когда есть там Удмурт, там кто там еще, этот, этот, тот, тот, тот. Смысл элите отказываться от Путина. Мы же можем сделать его вечным, да? Это же, ну, 21 век, новая технология, телевизор опять же работает, да? Зачем перестройка, зачем новое мышление, зачем падение берлинской стены, когда, когда можно же никогда не умирать? Правильное достижение медицины, а также... Удмуртов? А также, да, театры и, как это, коммуникации, информационных технологий позволят. Да, конечно, можно это сделать, потом, чем дальше, видимо, тем менее, это будет правдоподобно. А кого это волнует? Сейчас тоже очень много происходит вещей неправдоподобных. Кто бы мог вообще представить себя в страшном сне, вот эти вот поправки в Конституцию, да? Это же не может быть такого, чтобы это случилось. Кто бы мог себе представить? Мы сейчас живем при том, что уже в сентябре мы будем голосовать на пеньках, да? Как уже обстебанные смеялись, но это же мы даже пропустили. Это даже не стало большой новостью, что вот это вот уже сейчас принято задним числом. И вот те люди, которые уже когда-то баллотируются летом, за них будут голосовать уже в сентябре на пеньках. Мы даже этого не заметили, потому что это вообще уже не важно. Можно все. Да, ну, да, с одной стороны, то есть, мне вот кажется так, что с одной стороны происходит деградация, про которую, ну, очень смешно можно говорить, шутить. Правда, все это очень, ну, как бы даже всерьез обсуждать не хочется. Но народ, общество, люди растут и развиваются, между прочим. И там происходит как раз наоборот, не деградация, а рост. И следующее поколение все равно захочет в России прийти к власти и к экономическим высотам, так сказать. Неизбежно. И вопрос только в том, какую формулу это примет. То есть, совершенно уже понятно. Вот если про поколение говорить, Янкер для себя уже давно понял, что такие, как вот мы, там, 70-е годы, которые родились. Спасибо за комплимент. Мы пролетели. Мы уже не попадем. Но в 80-е годы очень большое поколение родилось. И они все равно выдавят этот нынешний командный состав так или иначе. Просто потому что жизнь идет. Какой-то возникнет момент, когда много разных сил сойдутся. Все разные. Сейчас мы все очень сильно не согласны. Но будет какой-то момент, когда сойдутся. Какой-то части элиты нужно будет. Какой-то части угнетенной интеллигенции, которые ходят по бульварам, тоже понадобится присоединиться. Какой-то части рабочего народа тоже надо будет, потому что они поймут, что у них доходы не растут и все плохо. Все это вместе в какой-то момент соединится. Это только так и работает. Потому что в обычной жизни не соединяется. Но тебя не пугает нынешний протест? Смотри. В Хабаровске люди выходят с плакатами. Я их вижу все больше и больше. Фургал наш президент. Фургал их президенты России. Окей. Я вижу протест, например, в Екатеринбурге. Хигубин, чтобы это не значило, Сергий. Он же тоже протестует. Он говорит Путина в отставку, патриарха в отставку. Гундяева там на нары, туда-сюда, в Гагу. Мосгордума протестует. Я вижу протестующих Мосгордума. Мне цвета очень нравится. Это, конечно, только умное голосование. Но когда я вижу главных протестующих в Мосгордуме, я вспоминаю, что это и вот этот. Я согласна с каждым условием сейчас про пенсионную реформу. Но, блин, они сталинисты. Тебе не кажется, что протест, который сейчас поднимается, который поддержан народом, который и есть народ, он нам с тобой не понравится? О, да. Но, тем не менее, да, так происходит. Так же и в жизни, так и происходит. Я давно уже не думаю, что все люди такие же, как я. Все люди очень разные. И вообще, мне кажется, что, например, про Хабаровск я, конечно, не очень много знаю, но то, немногое, что я могу понять, это то, что там есть местные, ну, будем пользоваться этим условом элита, ну, в общем, люди, которым не все равно, которые знают свой край, которые его любят, которые хотели бы в нем жить, которые хотели бы в нем зарабатывать, продвигаться, там, строить дома, себе жить хорошо. И они могут, их настроение, их убеждения могут быть непохожими на мои. Например, я, в принципе, к этому готов. Но, с самого того обстоятельства, что они готовы постоять за себя, то есть я так понимаю, что они еще и за себя там стоят, потому что они понимают, что сейчас москвичи придут и отнимут у них что-то, что они хотели бы иметь там. А я думаю, там материальный интерес тоже есть, экономический. Вот. Но само по себе это замечательно. И это, как мне кажется, борьба за правила игры, я бы так сказал. Вот пусть борьба за правила игры идет. То, что в процессе нее говорится, там могут возникать какие-то неблизкие, там, выпускнику московской английской школы вещи. Но если речь идет об установлении... Люди готовы, хотят, по-моему, поучаствовать в восстановлении правил игры в политике. Сейчас у них, наверное, это не получится. Но они сделали заявку. Лет 15 назад, я бы что-то запомнила, Сергей Шнуров, еще когда он пел «А я день рождения не буду справлять», еще тогда, его почему-то какое-то издание спросило о политике, о выборах, каких-то тогда 15-летней давности. И он сказал, что российскому народу нельзя доверять выбор, вот свободный выбор, иначе он выберет Стаса Михайлова, всех президента, то есть черт знает кого. То есть просто популярную фигуру. То есть нам бы тогда еще прислушаться к мнению Сергея Шнурова и не выбирать его никуда. Ну ладно, мы его и так никогда не выбрали. А тебе не кажется, что пусть российский народ выберет сверхпрезидента, хоть Стаса Михайлова, хоть Филиппа Киркорова, чтобы потом, через 4 года, через 4, а не через 6, через 4, не через 2 сроков подряд, сказать, ой, что-то мы не то выбрали, давайте как-то сейчас выберем какого-нибудь скучного бухгалтера, чтобы он занимался нашими налогами, деньгами, всем таким, нам не надо больше петь, плясать, это плохой выбор. Так может быть тогда ради сменяемости все-таки фургал? Конечно. Пусть поураганит, господи, а мы в следующий раз выберем другого. Да, да, если будет выбор, если можно будет замерить и проверить результат, будет честное голосование, да. То есть за выбор как таковой? Да, и это как раз то, что я пытаюсь сказать про правила игры. Пусть лучше правила игры, будут честнее, и мы тогда, по крайней мере, увидим, чего люди хотят. И будут выбраны те, кто действительно за кого проголосует большинство. Слушай, много лет уже умники, типа тебя, рисуют нам, очень умные, вычисляют индекс счастья. И уже очень много лет этот индекс счастья, самый большой показатель, самый счастливый страной – датчане. Ну, похоже на то. Слушай, а мы будем счастливы, мы можем быть счастливы в России? Да, мне кажется. И для этого не обязательно быть Данией, как это не... Это уж точно. Мы в Дании будем несчастны. Да, да. То есть, ну, то счастье, которое замеряется вот именно так, и теми способами, и в результате которых получается вот этот индекс, ну, наверное, по именно этому индексу жителей России, может, там они чуть поменьше счастливы, но в принципе у нас, кстати, уровень счастья не так уж и плохой. То есть, мне кажется, что мы можем просто друг другу объяснять постепенно, что само наличие каких-то волшебных там институтов демократии и верховенства права, которые, безусловно, есть в Дании, в России вот так вот взять в виде пластыря приклеить не получается и не будет работать. И это нормально. А есть зато другие способы совместной жизни. Их можно вырабатывать. собираться в маленькие группки и совместно строить детские площадки и создавать общественные организации и помогать друг другу финансировать разные там начинания. Понятно, что далеко не всем это все нужно и интересно, вот такие коллективные действия, но их нужно, по крайней мере, не преследовать и не бояться. Даже одно просто вот это уже невероятно повышает уровень счастья. Скажи, пожалуйста, коллективный Путин, вообще элита российская, которая с тобой не понимает вообще, чем живет и чем занимается, чем занимается, а они, вот эта вот элита, она счастлива? Ну, многие из них довольно обеспеченные люди. Я спрашиваю про счастье. я даже не знаю. Мне кажется, счастье зряется в котах. В голову ведь не залезешь, но можно предположить, что поскольку среди них много обеспеченных людей, у них большие семьи, дети, их учатся в очень хороших учебных заведениях, обычно за пределами России, я думаю, что они довольны, потому что им нравится. И поскольку они живут достаточно изолированной жизнью, они, скорее всего, у них сознание немножко не такое, как у нас. Вот, у меня был... Какое? Не знаю, я же говорю, в голову ты не залезешь. Вот, но у меня есть мой друг хороший, который одно время работал, успел поработать прямо вот высоко как-то на должности. И он рассказывал такую вещь, которая мне запала в память, как он выходил рано утром из дома, приезжала большая черная машина, и там такие затемненные стекла, и машина потом вечером его обратно привозила. И он говорит, очень быстро я стал видеть все окружающее через это затемненное стекло, оно еще такой имеет эффект хороший, что оно как бы через него все лучше выглядит. Оно не... как бы... Розвачки? Вроде того, да. То есть, как бы, если обычное стекло машины смотреть, оно еще может залапанное быть, да, допустим. И ты видишь всю эту картину. Вот. А тут она хорошо как-то сглажена. Стройная потенкинская деревня. Формы такие менее четкие. Пролетает быстро, потому что ты едешь с хорошей скоростью, у тебя мигалка. То есть, даже в этом смысле они видят картину другую. Ну и потом они получают информацию, конечно, они получают какие-нибудь опросы, допустим. Но к ним приходят люди, не только к Путину, вообще ко всем начальникам приходят люди, которые формируют их информационную картину мира. И они, у них у всех главный стимул это сделать начальнику приятно. Потому что отчетность вся же наверх, у нас отчетность всегда ниже стоящей перед выше стоящим отчитывается, а не перед теми, кто как бы вроде его избирал. То есть, это совершенно естественно при такой системе, когда все как бы в принципе главная задача ублажить начальника, то естественно ему рисуют какую-то картину. И поэтому они чем выше, скорее всего, тем прекраснее их образ мира. Они, скорее всего, вполне искренне, ну, многие из них, я не знаю, там может есть трезвые люди, но многие из них наверняка будем говорить чуть лучшего мнения о происходящем в стране, чем мы. Я думаю. А может быть у нас просто с тобой другая оптика, а у них правильная? Да. Не, ну как правильно, они, понимаешь, я не знаю, если бы к тебе всегда твое утро начиналось с того, что приходило бы несколько людей из столицы бы тебя не расстроить, это главная была бы их задача рассказать о происходящем так, а ты сама бы не смотрела ничего в компьютере, а они бы тебе рассказывали. То у тебя может тоже... Остановись, я хочу это представить и пока хотя бы сегодня остаться в этом твоем описании. дай мне побыть хотя бы десять минут наедине с этими прекрасными эльфами, которые приходят ко мне и говорят только хорошее. Это был Максим Трудолюбов, мыслитель, который наговорил нам массу неприятных вещей. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Счастливо.